Всем доброго времени суток! Сегодня я хочу поговорить с вами о некоторых функциях ютуба. Если вы нашли в интернете интересный видеоролик, вы начинаете его проигрывать, но, к сожалению, вы не знаете языка, на котором он записан. Не огорчайтесь, для этого у нас есть субтитры, где они находятся. Вот если я подведу курсор сюда, и сразу у меня высвечивается подсказка, что вот это и есть субтитры, нажимая на нее левой кнопкой мыши. И видите, вот в нашем ролике, если я иду дальше, вот у нас появляются эти субтитры. На моем ролике они записаны на русском языке, поэтому вы сразу их видите. Но вы можете их перевести на любой язык, который вам нужен. Нажимаем на вот это вот колесико, выскакивает еще одна подсказка. Вот видите, мы видим, что вот эти субтитры, которые в данном ролике, записаны на русском языке. Я нажимаю еще раз на них, и у меня еще одно окошечко появляется, где я могу нажать на кнопочку перевести, и выпадает целый список языков, на которые я могу перевести наши субтитры. Ну вот, к примеру, давайте на латышский. Вот я выбрала латышский, и вот у меня появились мои субтитры на латышском языке. Я теперь могу спокойно дальше смотреть свое видео и понимать то, о чем говорится в этом видео. Но, к сожалению, не всегда субтитры помогают нам понять смысл ролика. Дело в том, что YouTube сам синхронизирует вашу речь и создает автоматические субтитры. Вот, например, как в этом ролике. Смотрите, я здесь не создавала субтитры вручную, поэтому здесь у меня автоматические. Вот, если вы видите вот эту вот надпись, русский, создана автоматически, это значит, что YouTube сам создал для вашего ролика субтитры. Но при техническом переводе YouTube ставит похожие слова, и смысл иногда очень далек от истины. То есть это нужно учитывать, когда вы смотрите какой-то ролик. А если вы хотите создавать свои ролики или записываете какие-то уроки, или донести ту информацию, которую вы делаете, чтобы она была полезна не только, к примеру, русскоговорящим, но и во всем мире, потому что на YouTube сейчас очень много людей, и вы можете выйти за пределы своего региона. Чтобы всем это было понятно, лучше вводить субтитры вручную. Как это делается? Итак, как это делается? Мы заходим в редактирование своего файла и видим вот здесь вот вкладочку субтитры. Нажимаем ее. Вот нам предлагают выбрать язык, на котором мы будем писать. Выбираем русский, выбрать язык. Вот у нас автоматически он создан. Мы выбираем добавить новые субтитры, русский, ввести вручную. Здесь нажимаем на вот этот вот плюс и у нас появляется вот такое поле. Здесь мы пишем текст наших субтитров. Ну вот давайте, к примеру, я напишу урок анализ стиля. Видите, здесь мы вводим наш текст. Вот здесь он у нас высвечивается. Мы можем вот так вот двигать его. То есть время субтитров наших будет увеличиваться. Мы можем, зажав левую кнопку мыши, вот так вот двигать. Добавляется субтитр вот этой вот кнопочкой. Вот у нас появились следующие. Следующие. Опять-таки мы можем их подвинуть, растянуть, уменьшить, если нам это надо. И так до самого конца. Где вам нужно, там вы и ставите свои субтитры. После того, как вы записали их, вот здесь нажимаете кнопку опубликовать и ваши субтитры появляются вот здесь. Потом вот этот автоматический перевод нам не нужен. Мы можем его удалить. Мы нажимаем на него. Выбираем действие. Отключить. Все. Наши субтитры готовы. И теперь, если кому-то, кто не говорит на вашем языке, захочется посмотреть ваше видео, он свободно может это сделать и поймет всю информацию, которую вы заложили в этом видео. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.